Девушка Которая будет еще трепетнее его Восхищаться И она будет им восхищаться И будут они жить в подвале И иногда будут не спускаться туда бомжики И эти бомжики будут очаровательны И будут они говорить о высоком Детишек на родях И иногда эти детишки будут спать в коробке Из-под апельсинов Но они будут жить долго и счастливо Поэтому, Василиса, твое впечатление Ужасы какие ты рассказываешь, Лариса Почему? Просто ужасы Мне показалось, что Павел не стоит Каких-то уничижительных слов Он достаточно профессионально Представил свою песню У нас очень многие пытаются петь И это выглядит обычно либо глупо Либо противно даже Он спел прекрасно Он показал, что он профессиональный преподаватель В нем, может быть, нет той энергичности Которая есть в вас Но папы не нужно Нет, папы нет Вы, Варвара, директор Юлия Ну, так можно сказать Я продаю в свое время Юлию Вы продаете Юлию Организация праздничных мероприятий Мероприятий Привожу Не надо путать еще раз Если вы некомпетентны в этих вопросах Я просто спросила Вы продаете ее рабочие часы? Стриптиз Я продаю ее как артистку Ну вот рабочие часы, Юлия За час ей какие-то деньги Это не часы Не надо путать Это один творческий номер Да, я вот не хочу, чтобы делались такие сравнения Да я же не говорю про проституцию Я говорю про то, что на Варе шапка горит Вы меня простите, пожалуйста Я просто спросила Работает ли она по часам? Вы так напряглись от этого Что сразу стало понятно, что да, таки работает Вот про что речь Они так напряглись Именно про одном упоминании об этом В этой передаче столько раз употреблялось это слово Что становится уже просто страшно Стриптиз Стриптиз Это искусство Это шоу-бизнес Это не проституция Туда идут девочки В основном спортсменки Подруга взяла инициативу в свои руки И продолжает за нее А в будущем кем себя видите? Я думаю, театрально буду заканчивать А в институте знаете, чем вы в свободное время занятие? Ну, друзья, да Но это ведь не единственное занятие Почему ты не расскажешь? Расскажите И не единственная сфера заработка Ой, а какая еще? А то приданное какое-то мутное, непонятное Юлечка у нас работает в сфере недвижимости А у нас тоже риентор была Олеся Элитная недвижимость У нее была такая недвижимость И вот здесь у нее была недвижимость Ребята скрывали болезни, чтобы взяли в армию Да, и проводы были торжественные Да, и проводы были торжественные Да, а встречали так Кстати, я первый раз напилась на проводах у соседа Десятой классе Ну, и не в последней Сидрей, давай Не в последней Нет, первый и последний, Василий Расскажите мне, пожалуйста, Сергей И вот вы ушли в армию не просто, а на Дальний Восток служить? Да, ушел и прослужил там 10 лет на Дальнем Востоке А с девушкой-то как вы, познакомившись, прогулявшись 10 километров, сразу ей сделали предложение? На самом деле я, хотя и серьезный, но очень впечатлительный человек Чем она вас впечатлила-то? Ну, мне вот понравилось в Ирине такое качество, она отметила, как человечность Вот той девушке тоже это качество было Ну, это он уже обезьяничает, она сказала, и он тут же тоже человечность То есть, когда вы пришли до ее дома через 10 километров, она вам предложила остаться ночевать Ну, не гнать же вас обратно 10 километров, да? Нет, нет И вы заночевали на 10 лет Я предложил замуж после этого Мы еще какой-то период ждали, когда нас зарегистрируют Месяца два? Всего Но поскольку ждать уже не могли, то вы раньше другу съехались И сыграли свадьбу До регистрации Свадьба была чисто символическая То есть, вы хотите сказать, что у вас не было после этой свадьбы врачной ночи? Вы ждали, пока официально распишется? Конечно, конечно Да-да-да, Сереж, сколько вы еще будете? У меня уже болят уши Конечно, все у вас было, все было как у людей Гормон играл, молодость, влюбленность Нет, Лариса, я тогда был офицером, и тогда были понятия совершенно другие А то у меня офицеров не было Раньше? Господи, боже мой, а чем вы? К этому относились очень серьезно И вот вы женились потом, когда вы уже приехали в гарнизон, там сыграли официально свадьбу Да, конечно А чем она вас так достала-то за 10 лет? За 10 лет очень много воды утечет Сергей, конкретно, конкретно, я своим мужем знакома, больше 30 лет Каждый раз, когда я говорю, ты что, куришь? Понимаете, поэтому, может быть, и вы через 10 лет что-то разглядели, что она, например, плохо готовит Этот анекдот поедет в Америку Нет, я не могу о своей бывшей жене что-то сказать плохое Может быть, если говорить, может быть, опять обо мне лучше сказать Я все-таки мужчина, и должен я отвечать за такие поступки Вернулся он от любовницы к жене И тут смой понимает вдруг, что все ему не мило И курит жена, узнал вдруг И картошка не так пожарена, и каша Конечно А вот вы прям все, и борешь с духами, и в общем Ну вы наговорите За это надо выпить Тихо, за это надо выпить Я сплела тебе веночек Тут цветочек И вот тут цветочек Одна надела идиотскую шапку Другая идиотский веночек Снимайте Ну романтично так Очень А для идиота как главное Алексей, Александр, что сказать? Говорит, странная манера Вот раньше молодой человек у нас был пацан до 21 года Ну или по крайней мере до того, как женился А сейчас сидит дядя почти под 40 лет Уже был женат, и все, молодой человек Потому что это культ молодости сейчас Мужчина, мужчина Это культ, это культивируется И все воспринимают это как комплимент Говорят молодой человек А мне вообще смешно, когда меня девушка называют Где ж ты раньше-то была, когда я была девушка Прям честное слово Ребят, я в Мексике захожу в аэропорту в бизнес-класс Очень нетрезвая, потому что были тяжеленные гастроли Устала как собака Она такая, раскрасневшись В трениках, в угах Прихожу к бару И говорю мне там текилу Он говорит, паспорт Я говорю, зачем? Он говорит, паспорт И я вдруг зардилась от счастья Я его чуть не поцеловалась То есть у них это практика нормальная До определенного возраста И я вдруг вся так Поцепонилась Спинку выпрямила Свела резко, сновела на него Я говорю, я сейчас И как девчонка Махнула там соседей И прямо паспорт ему показала Он посмотрел Я взяла Знаешь, как приятно Думаю, боже мой Наверное, выгляжу на 14 Так что приятно быть девушкой иногда Нет Ну это тебе нет Ты родилась бабушкой уже Хорошо На отдыхе Что после него вы приехали, так сказать, по отдельности? Ну я человек как активный Я приезжаю Мне нужно куда-то сходить Что-то сделать А моя девушка Она Давай полежим Давай позагораем Это же круто Как я ее понимаю На самом деле Да Из-за этого мы рассорились Нет Ладно вам Вот она лежит Там загорает А вы говорите Я сейчас Быстро метнусь за пивком А то жарко Ну да Я пошел за пивком Когда он пошел за пивком А там по дороге А там по дороге Местное вино Предлагают Один, второй, третий Неудобно же отказаться Ну конечно И ну пробовать Я же в гостях Конечно И напробовался Напробовался Пришел по дату И мы рассорились на пляже И она уехала Нет, а вы в горы А я в горы пошел Давайте будем называть это соблазнитель Вот Вот я всегда представляла Что профессиональный соблазнитель Выгодит именно так В жилетке С бородкой Да Вот прям Мечтала Это твоя эротическая фантазия Нет, наоборот Я представляла себе Что это коварный Такой вот какой-то хмырь А вот Почему хмырь-то обидит Ну почему сразу хмырь-то Ну господи Ну вот такой Походочкой шел так К невесте Я уже сразу поняла Непростой жених А меня соблазните Ой господи Я сама на эту тему пишу Знаете ее как соблазнить Подарите ей Пуховый плоток И все На каше И вязальные спицы Стесняются своих недостатков Вот И не могут с ними справиться Да Вот Я старался это делать Я не буду говорить про них Я не скажу это Вот я так растолстела У меня такие проблемы И я от этого злюсь И заедаю Потом плачу Потом на себя смотрю Думаю Боже мой И я ищу Кобеюсь перед мужем Да я ему должна Приплачивать Блин Нет ну когда я все время говорю Нет ты найдешь себе худую Он должен сказать Свет выключить надо Чтобы видно было Он говорит Не нужна мне худая Я хочу чтобы ты похудела А все таки значит похудела Все таки я корова да Ты же сам мне говорил Он говорит Я не говорил что ты корова Я говорю нет Нет ну ты же мне сам скажешь Тебе не нужна другая Что я должна Он говорит Достала Понимаешь Я вся в пятнах Как хохлома Он тоже злой Понимаешь Я иду плачу Нам просто не хватает внимания С его стороны Вы просто хотите получить комплимент Иди обниму Скажите что я худышка Конечно вы худышки Стройняшки Хорошо Молодец Молодец Теперь верю что он мастер спорта По соблазнению Украина Я всегда знал что надо жену искать С Украины Вот приезжают с Украины И со всех К нам в резиновую Москву В жилищное управление У нас ничего не работает Все протекает Щечек как полоумный Скользко к машине не подойти Не проехать везде И к вам когда приходишь Вы говорите А у нас обед Это вы у себя на мосфильме А у нас вы просто жиличка Мне сказали Я рта не успела открыть Вот так вот сидят И вообще у нас обед Я жиличка понимаешь А у себя на мосфильме Я кажется артистка А здесь я никто Поэтому Виктория Буду вам сеть У вас есть адвокат Буду всю программу На вас отыгрываться А у вас что Домов что ли нет Вы управляли бы у себя там На Украине Ну ладно А кто же должен там сидеть В конце концов Не в сюжет Университет И не дозвониться никогда Потому что вы трубки Как вы говорите Ложите рядом с собой И ляжете под столом А что А на воде Что ли нет Взяла извините Подняла одно место И дочапала До Жека Так а я В Жеке А ты все на машине На машине Улицы не убирает Нечего по улице выходить Надо дать другим людям Возможно Счувствовать самоуважение После рекламы У нашей невесты Состоится первое свидание Не пропустите Единственное Единственное то что Да у меня жена Говорила Что минус Что мы никуда не ездили Путешествовать Вот нифига себе Минус Нет Ну Нет Ну просто как-то было так Что То одно То другое То третье Слушайте Мой муж Сделал в ванной Комнате Совершенно не нужно Подогревные Как она называется Полы Горячие полы Да вот эти Подогрев Они не просто горячие Ребят Они кипяток Теперь можно зайти В туалет Только на платформе Значит И перепрыгивать Слитки на плитку Сел на унитаз И ноги Вот так нужно Сразу поджевать Потому что Прогорают по самые колени Это вот он мне сделал Такой новогодний подарок Сказать ему о том Что это чудовищный Подарок Потому что ты больше Трех минут там не можешь Находиться Либо с открытыми Дверями Потому что покрываешь Все испаренные Тебе становится плохо С сердцем Дышать нечем Он хотел как лучше А получилось как всегда Да И просто забегая Припрыжку Ну хорошо я А мама А дети А ночь В общем кошмар Поэтому давайте пожалуйста Лучше ездить отдыхать И лучше ничего не дарите Но нужно советоваться Сами Поэтому если жена говорит Давай пойдем в Монголию Поезжайте в Монголию Не мудрите Ладно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому